Я обращаюсь ко всем гражданам Армении, армянам мира, не армянам, нашим друзьям, и в том числе к азербайджанцам, которые, я уверен, внимательно следят и смотрят за нашими передачами. Мы должны все осознать, что юморанг войны это страшная вещь. Уничтожение одной нации другую не имеет будущего, потому что история неумолима, и маятник качается в разные стороны. Чем больше ненависти будет накапливаться в отношении друг к другу, тем меньше шансов на то, что мы когда-то сможем остановить этот страшный маятник войны. Но для того, чтобы его остановить, есть несколько важнейших условий. Первое, это осознать, что никто никогда не может абсолютно все победить. Второе, что для того, чтобы был мир, и он был прочным, должна быть взаимная готовность к уступкам и компромиссам. Третье, что обе стороны должны быть сильными. Чтобы был мир устойчивый, не может один быть сильным, а другой слабый. Позиция, что я сильный, я сейчас продавлю и получу, а что получу, не получится. Четвертое, иллюзия, что можно что-то отдать небольшое Арцах и получить мир в Армении, это иллюзия. Иллюзия как у руководства Армении, так и у тех граждан, которые с этой точки не согласны. И самое важное, я хочу сказать, что этот кризис, это фантастическая возможность для нас осознать, что мы должны исправить внутри себя, в нашем обществе, что мы должны делать так, чтобы очиститься от того, к сожалению, мусора и наносного, которое прилипло к нам за эти десятилетия, в котором мы живем самостоятельно, и сделать все, чтобы использовать этот кризис на то, чтобы стать сильнее внутри. А сосед наш должен осознать, что только с сильным соседом сильная страна может иметь нормальные отношения. И я убежден, что мы, Арцахцы, будем опять, мы, Арцахские армяне, снова станем тем первым толчком, тем изменениями, которые мы должны пройти для того, чтобы стать снова теми же достойными армянами, которыми тысячелетиями давали миру фантастические ценности, фантастически несли вклад в общую мировую культуру и цивилизацию. И я уверен, что мы не просто сохраним нашу государственность, мы не просто сохраним право жить на собственной земле по собственным законам, но снова станем тем, кто будет примером для многих и многих других народов.